мой отец привез из африки куда он ездил в командировку отвратительную статуэтку уж не знаю откуда он достал эту гадость должно быть продали прямо на улице как сувенирчик статуэтка была покрыта бурыми пятнами и отвратительно пахло фигурка была сделана из странного дерева которое легко было разбить и представляла собой худого странного человека как я поняла это был старик с впавшими глазами тонкими конечностями и выступающими ребрами он стоял на пьедестале на котором были вы царапаны какие-то письмена немного поиска в интернете и я узнала что на языке страны которую посещал отец это значит третий будто назло мой отец поставил ее в моей комнате мой разум и без того переполнены подсознательными страхами и ужасающими образами из-за множества просмотренных фильмов ужасов перенес плохо присутствие жутковатого третьего в моей комнате сон и без того беспокойный покинул меня почти совсем по ночам меня стало рвать из носа часто шла кровь стали отслаиваться ногти сама я сильно похудела до поры до времени я связывала свои недуги со статуэткой лишь шутку но когда меня в очередной раз вырвало мой взгляд упал на нее и эта мысль показалась мне не такой уж невероятной пришла идея найти какую-нибудь информацию про третьего в интернете нужные сведения я нашла довольно быстро оказывается была расхожая легенда которая гласила что у одного вождя чье имя я не в силах переложить на русский язык было три сына но он не дал им имена при рождении поэтому их называли первый второй и третий первый умер в детстве второй был здоровым и богатым а третий и мучился разными болезнями легенда породила традицию связанную с фигурками изображающими этих сыновей тому кому желают смерти дарят фигурку первого конечно тайна от самого человека а кому же желали богатство и здоровье фигурку второго а если вы желаете болезни своему недругу то ему нужно каким-то образом подарить третьего для того чтобы снять проклятие надо лишь избавиться от фигурки я возликовала не дочитывая статью тем более что она была на английском и я читала ее медленно пользуясь словарем схватив статуэтку я силой кинула ее на пол по поверхности третьего побежали трещины из которых начала течь дурно пахнущая жижа напоминающая кровь преодолев отвращение я подняла фигурку и переломила ее пополам из нее вывалился большой кусок тухлого мяса я все убрала и выкинула в мусорку успокоилась и стала читать статью дальше но к моему ужасу я обнаружила что дальше черным по белому говорится согласно поверьям статуэтку нужно именно выкинуть а не разбить если получать и разобьет ее то проклятие будет преследовать его всю жизнь я сидела перед компьютером в прострации не зная что и думать и тут раздался звонок в дверь должно быть вернулся кто-то из домашних как во сне я встала и машинально пошла открывать дверь а за дверью никого не было но за порогом лежал кусок тухлого мяса и и и и и и